В эфире ежедневный выпуск информационной программы «День города» в студии Марина Комиссарова. Здравствуйте! В ближайшие 15 минут мои коллеги расскажут о самых интересных темах и актуальных вопросах в сегодняшнем выпуске. Коты-продавцы, бармены и рыбаки. Библиотеки Горького отметили необычную дату – Всемирный день кошек. Пенсионеров освободили от платы за капремонт. В областной думе приняли новый законопроект. В областной думе сегодня состоялось очередное заседание, на котором парламентарии обсудили ряд важных для нашего региона вопросов. Среди них – принятие законопроекта, устанавливающего меру социальной поддержки отдельным категориям граждан в виде компенсации расходов на уплату взноса на капитальный ремонт имущества. Подробнее в сюжете Анны Герцовской. В декабре прошлого года были внесены изменения в Жилищный кодекс. Поправки, в частности, предусматривали предоставление субъектам федерации право компенсировать расходы на уплату взносов на капремонт пожилым лицам многоквартирных домов. Рязанская область таким правом воспользовалась. Законодательная инициатива исходила от членов фракции «Единая Россия» в областной думе. Сегодня региональные парламентарии приняли закон сразу в двух чтениях. Определена возможность получения компенсации данным категориям граждан платы за капитальный ремонт. Люди, которые достигли 70 лет, освобождаются на 50%, то есть имеют возможность получения компенсации до 50% от платежа за коммунальный капитальный ремонт. И граждане, достигшие 80 лет, полностью освобождаются. На реализацию этого закона только в 2016 году потребуется в пределах 58 миллионов рублей. На это предусмотрены бюджетные средства. К слову, бюджет текущего года увеличили почти на 500 миллионов рублей. Региональные парламентарии также сегодня утвердили корректировки. Доходные и расходные части областного бюджета увеличены на дополнительно поступающие в текущем году федеральные целевые средства. Большая часть этих средств направлена на социальную поддержку населения. 260 миллионов 975,6 тысяч рублей – это субсидии на осуществление ежемесячной денежной выплаты, назначаемой в случае рождения третьего ребенка. 153 миллиона 576,9 тысяч рублей – это субвенции на оказание отдельным категориям граждан государственной социальной помощи по обеспечению лекарственными препаратами. В сферу поддержки АПК дополнительно распределены средства в сумме 79 миллионов 954,6 тысяч рублей в части субсидии на финансовую поддержку организации агропромышленного комплекса. Дополнительно распределены средства в сферу культуры – 2 миллиона 300 тысяч рублей. В сферу образования дополнительно распределены средства в сумме 7784 тысяч рублей в виде средств на выплату стипендий президента Российской Федерации и правительства Российской Федерации. Помимо этого, на заседании обсуждались и другие вопросы. В частности, депутатам был представлен ежегодный отчет о деятельности регионального управления внутренних дел. На законодательном уровне в Уголовный кодекс России введены новые составы преступлений. Например, с 1 июля 2015 года установлена уголовная ответственность за нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию. Статья 264 прим. 1 Уголовного кодекса Российской Федерации. Как было отмечено, ужесточение законодательства в части наказания за пьяную езду дало эффект. Принятые меры поспособствовали снижению числа ДТП с участием водителей, находящихся в состоянии опьянения на 29%, а также на 30% снизилось количество пострадавших в них граждан. Депутаты областной думы приняли участие в обсуждении вопросов обеспечения правопорядка. Их также заинтересовали проблемы борьбы с игорным бизнесом, отголоски которого до сих пор встречаются в регионе. Вступили изменения в Уголовный кодекс, который установил уголовную ответственность за организацию и проведение азартных игр. Даже при отсутствии полученных доходов их организаторов. Что позволило органам внутренних дел более эффективно организовывать работу в данном направлении. В целом в области отмечается стабильная оперативная обстановка. Рязанские приставы во вторник, 1 марта, попытались приступить к сносу недостроенного дома по проезду Котовского. Суд признал здание незаконно построенным в декабре 2013 года, но владелец так и не снес его. Федеральный бюджет выделил на работы более миллиона рублей, которые затем взыщут собственника. В течение четырех дней подрядчик должен снести часть здания, трехэтажную пристройку. Разбиралась в вопросе Оксана Тебенихина. 1 марта в частном секторе на проезде Котовского судебные приставы оцепили четырехэтажный частный дом. Согласно экспертизам, дом построен с нарушением пожарных и градостроительных норм. По словам приставов, суды по этому поводу длятся уже более трех лет. На участке, вокруг которого развернулись события, стоял уже отстроенный дом в несколько этажей. А к нему был пристроен еще один высотой в четыре этажа. Та самая пристройка, без окон, дверей и перекрытий. По словам жильцов улицы, около пяти лет назад хозяин дома скупил два соседских участка. И на одном из них мужчина планировал построить полноценный мебельный цех. Это соседей возмутило до неприличия, что и повлекло неприятные последствия. Вскоре на место событий прибыл и главный его герой, Александр Максаков, сын собственницы дома. У вас как-то странно все. У вас аппарат управления проводит тендер. Вы выносите требования. Почему ваши действия не согласованы? Вашим искалникам на улице этого производства, Юлия Геннадьевна, вы конкретно ответственное лицо здесь за вот это все исполнение. Разве я не прав? Правда. Ну, а почему вы ничего не знаете тогда? Мужчина вызвал на место событий сотрудников полиции, но те лишь развели руками. Есть решение суда, а значит и приставы имели право ломать замки и заходить внутрь. По словам судебных приставов, снос пристройки запланирован на конец недели. Так что собственники еще могут успеть решить вопрос своими силами. Позже на улицу вышли и соседи, которые, как выяснилось, подавали в суд на хозяев злополучного дома 4 года назад. Они-то думали, что сосед построит небольшую пристройку, а в итоге выросла настоящая многоэтажка на несколько квартир. Видите, построил многоэтажку на несколько, на 30 с лишним квартир однокомнатных. Нарушил все правила. Когда начал строить, он сказал, что будет строить свой частный маленький домик. Но так как у нас участки узкие, мы не стали возражать. Пожалуйста, приблизился он к нам, ради бога, пусть он будет. А потом он начал выстраивать каждый раз. Больше, 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 больше. И выстроил себе многоквартирный дом. Вот все проблемы. Нет, ну по сути он имеет право это же. Таким образом мешает, а посмотрите, он закрыт, весь мой участок. Если посмотреть со спутника, карту, то вот эта тель, она идет не на наш участок, а даже на соседний участок. У нас там болото. Дело в том, что нарушены все нормы, какие есть. И пожарные. Градостроительные. Пожарная инсталляция. Это разрешение. У него разрешение только на частный жилой дом. Так, согласно нормам, минимальное расстояние между домами при одноэтажной застройке 6 метров, а дом соседа стоит почти вплотную к чужому забору. Надо сказать, что мужчина предлагал соседям выкупить их дом и участок, чтобы он мог строить здесь все, что пожелает. Хозяева-то согласились, но, как видите, пока этот вопрос остается открытым. В первый день весны, 1 марта, во всем мире отметили День кошек. В некоторых странах эти домашние животные находятся на особом государственном положении. Например, в Австрии кошки охраняют склады с продовольствием и получают официальную пожизненную пенсию в виде мяса и молока. А в Китае кошек охраняют на законодательном уровне. В Рязани особым почетом пользуются библиотечные кошки. С одной из них познакомилась наша съемочная группа. Во вторник, 1 марта, в Рязанской областной библиотеке имени Горького открылась выставка фотографий и сувениров из разных городов и стран. Кошка, которая гуляет сама по себе. Автор фоторабот Анна Попова, профессор РГУ имени Сергея Есенина. Многие любят кошек, я не исключение. Меня привлекают это красивые, изящные, независимые животные, очень эстетические. Ну а так как я увлекаюсь еще и фотографией, то естественно вполне логично, что я еще их и снимаю. Особенно в интересных социальных ситуациях, которые они иногда нам составляют. Международный день кошек отмечают в библиотеке в шестой раз. И это неспроста. Проекты, связанные с утверждением идеалов добра, уважительного и бережного отношения к природе, к братьям нашим меньшим и сохранности окружающей среды – важное направление деятельности библиотеки. Если говорить о взаимосвязи кошек и библиотеки, то безусловно, здесь связь самая, что ни на есть прямая. Потому что если какой-то любитель кошек встанет в тупик, как общаться со своей красавицей, он обязательно придет в библиотеку. И обязательно попросит помощи у книг. И, как показывают экспонаты библиотеки, он эту помощь обязательно получит. Потому что здесь на выставке представлено ряд книг, которые повествуют о породах, об уходе кошек. Кроме фотографий, посетители выставки могли увидеть книги о кошках и сувениры с этими животными из многих стран, выполненные в разных техниках. Коллекцию Анна и Ольга Поповы собирали с 1995 года. Началось все с глиняного сувенира из села Пощупово. Теперь здесь есть и коты-моряки, и рыбаки, ученые, и охотники. Отдельная часть коллекции называется «Кошкина география». В нее попали фигурки животных, ставшие брендом какого-нибудь города. Например, котенок с улицы Лизюкова из Воронежа или болгарский кот из Габрова, без хвоста. Но главным гостем встречи стала кошка, которая уже 12 лет живет в библиотеке Салтыкова-Щедрина. С читателями общается? Когда у нас был отдел иностранной литературы на Салтыкова-Щедрина, она туда очень любила ходить. Она укладывалась на кафедре позади библиотекаря, который сидел на кафедре выдачи и очень долгое время там проводила. Выставка «Кошка, которая гуляет сама по себе» будет работать две недели до 14 марта. Вход бесплатный в любое рабочее время библиотеки. Юные рязанские автомобилисты приняли участие в 19-м Всероссийском зимнем чемпионате по юношескому автомногоборью, который проходил с 20 по 24 февраля в Самарской области. Нашу область представляли трое спортсменов. Недавно они вернулись домой и получили заслуженные награды из рук руководства региональной автоинспекции и Министерства образования Рязанской области. Госавтоинспекция Рязанской области совместно с Министерством образования региона летом прошлого года приняли решение о создании юношеской автомобильной школы на базе одной из автошкол города. Там подростки могут изучать правила дорожного движения. При этом теоретические знания они получают абсолютно бесплатно. В городе есть несколько точек, куда могут приходить ученики и получать знания у опытных инструкторов автошколы. В юношеской автомобильной школе занимается много учеников и лучшие из них отправились на соревнования в Тольятти. И те ученики, которые занимаются в автошколе, мы надеемся, что они вырастут законопослушными участниками дорожного движения. В состязаниях приняли участие более 70 человек из около десятка регионов России. Своё мастерство в управлении автомобилем ребята показывали в трёх возрастных категориях – с 7 до 13 лет, с 14 до 18 и с 18 до 21 года. Рязанскую область представляли три спортсмена. Все они подпадают под вторую возрастную группу. И хотя юным автомобилистам не удалось занять призовых мест, Кубок за слаженность и хороший результат в самой сложной номинации «Авто с лалом» ребята всё-таки забрали. Ну а главные награды их ждали дома, где юноши отметили руководители региональной госавтоинспекции и Минобразования. Что было на соревнованиях? На соревнованиях были правила дорожного движения и упражнения. Правила дорожного движения что в себя включали? На компьютерах? На компьютерах. И кто входил в личный зачёт, те решали письма на билетах. И вождение фигурное, и авто с лалом. Понятно. Что больше всего запомнилось? Наверное, фигурное вождение. Ну, ПДД как бы. Они и везде ПДД, а вот фигурное вождение всё-таки это уже... Давно вы в автошколе занимаешься? Полтора года. Полтора года. Нравится? Нравится. Эти ребята обучаются мастерству вождения в детской юношеской автошколе «Магистраль». Благодаря настойчивости и целеустремлённости их педагога, данная автошкола принимает участие в соревнованиях такого уровня уже третий год подряд. В автошколе «Магистраль» проходит обучение ещё много перспективных мальчишек и девчонок. Организация проводит занятия с подростками по безопасности дорожного движения на безвозмездной основе. В настоящий момент по данной программе проходит обучение около 70 человек. Основная цель всей этой работы – воспитание законопослушных участников дорожного движения и профилактика детского дорожно-транспортного травматизма. Безопасность и уверенность в завтрашнем дне – залог комфорта в жизни современного человека. Надёжные и проверенные замки на дверях дома, офиса или дачного участка – первое, что может обеспечить комфорт. Вот почему сейчас по всему миру ведутся разработки самых современных дверных замков. Рязанский регион идёт в ногу со временем. В нашем городе действует самый крупный в России поставщик дверных замков – торговая марка «Бордер». Предприятие выпускает более 300 модификаций врезных и накладных замков, обладает высокотехнологической оснащённостью. Кстати, в эти дни «Бордер» отпраздновал свой юбилей. Торжества в честь 70-летия Рязанского завода «Сам» и десятилетия торговой марки «Бордер», которая является наследником завода «Сам», начались с поздравлений ветеранов труда. Людей, благодаря которым завод «Сам» на протяжении многих лет являлся флагманом отечественного машиностроения и имеет награду Ордена Ленина. Торговая марка «Бордер» сейчас самая успешная. Предприятие входит в группу компаний «Атрон», руководителем которой является Дмитрий Малахов. Мы самые крупные производители замков дверных в стране. У нас много патентов, которые были защищены предприятием и изобретения были сделаны на нашем предприятии, в нашем конструкторском бюро. Мы, не побоюсь этого слова, самые надёжные замки в стране на рынке. Есть более дорогие марки, но по надёжности я могу дать гарантию, что мы где-то впереди. Торговая марка «Бордер» ведёт поставки не только на российский рынок, но и на международную арену. Имеют множество партнёров. Некоторые из них приехали на юбилей, чтобы поздравить своих коллег даже с Дальнего Востока. Всем большое спасибо. Я думаю, что вы видите, мы развиваемся, мы строимся, мы идём вперёд. Нам есть куда идти, у нас есть много планов, жизнь вносит свои перемены. Я думаю, что если мы будем все вместе, мы всё победим. Спасибо всем большое. Несмотря на сложную ситуацию в стране, предприятие непрерывно развивается. Успех торговой марки «Бордер» подчёркивает региональное правительство. Министр промышленности Рязанской области Михаил Пронин от имени губернатора вручил руководителям и работникам предприятия почётные грамоты и ценные подарки. Предприятие имеет свою нишу, это здорово. Действительно, продукция известная. И те непростые времена, которые на сегодняшний момент переживает наша страна и промышленность в целом. Мы очень надеемся, что будут пройдены с достоинством, будут дальнейшие успехи. Торговая марка «Бордер» имеет хорошие планы на дальнейшую работу, в частности, по импортозамещению. Уже сейчас среднемесячный объём выпускаемой продукции составляет 300 тысяч дверных замков. Производство ведётся на современном оборудовании и соответствует самым высоким стандартам. Основную часть продукции составляют замки для металлических дверей. Торговая марка сотрудничает с большим количеством производителей дверей. «Бордер» изготавливает надёжные взломостойкие замки, которые проходят множество испытаний и проверок перед их выпуском в серийное производство. При всей своей безопасности они очень эстетичны и являются хорошим дополнением интерьера. Торговая марка выпускает комплекты замков и всевозможную фурнитуру, которая прослужит ничуть не меньше, чем сам замок, поскольку вся продукция предприятия подвергается строгому контролю качества. Это всё, о чём мы сегодня хотели рассказать. Сразу после нашего выпуска смотрите программу подробности. Мы прощаемся с вами до завтра. Всего доброго. Живой комплекс «Вива». Как в городе, только лучше. Продолжение следует... Продолжение следует...